Марафон классической музыки расширяет границы. В 2014 году праздник, организованный компанией Уфанет и продюсерским центром Ян, впервые прошел в Уфе. Уже в этом году 11 городов трех регионов – Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области. 300 артистов и 8 духовых оркестров. Тур длиною 8,5 тысяч километров. Цель и задача марафона классической музыки – это приобщение к культуре наших подростков, наших детей, наше общество через классическую музыку. Это возрождение парковой культуры. Классическая музыка сближает людей, вызывает доверие друг к другу и будет человеческое в человеке. И вот дождь, да. Но люди пришли, несмотря на дождь. Это значит, люди в этом нуждаются, если они пришли. Значит, это людям надо, значит, люди рады это услышать. А мы, знаете, мы любим музыку, любим тоже вот все это, парки любим. Вообще мы такой народ, что решили в любой погоду придем. Очень приятно прогуливаться, красивые люди, интересные знакомые. Да, ты нам подарили. Да, очень приятно. Я сосед живу в доме напротив, я с большим восторгом приветствую это мероприятие. Молодцы, сделали такое феерическое событие, событие для всего города. Самое главное, что много улыбающихся людей. Яркой завершающей точкой марафона стал праздник в Уфе. Здесь, перед началом выступления оркестров, люди смогли совершить неспешные прогулки по парку. Принять участие в различных арт-мастерских, насладиться выставкой фотографий старой Уфы и картинами художников Башкортостана, а также принять участие в поэтическом батле. Скамейки, парк, сентябрь, ветер, мы с музыкой наедине. Она звучит во всем на свете. Она в тебе, она во мне. Я написала стихотворение про марафон классической музыки, что музыка всех объединяет, она стирает разницу между людьми, национальности, возраст. Все-таки музыка это больше объединяющая сила. Этот праздник, да, наверное, он об этом. Музыка, конечно, главная часть праздника. Выступления трех духовых оркестров из Уфы, Чебоксар и Екатеринбурга никого не оставили равнодушным. Я преклоняюсь перед уфимской публикой, потому что мои музыканты просто мне говорили, они были в шоке, когда люди под ливневым дождем, это под крышей, они стояли там и слушали, не уходили, там просто не протолкнулся было народу. Мой респект полностью как бы уфимской публике, спасибо вам. Особый отклик уфимцев получил уникальный танцующий оркестр, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса «Уралбэнд» из Екатеринбурга. Вы знаете, я такую форму впервые встречаю, честно говоря, по сути происходит такой духовой батл, если по-новомодному говорить. Мне очень понравилось, вы знаете, вообще какое-то единение, коллектив начинает как бы соревноваться, лучше играть, действительно мы почувствовали, как коллективы после нашего выступления встрепенулись. И так сказать, это самое, типа мы тоже, это очень важно, это очень важно, это хорошо для развития самих музыкантов, очень важно для публики, потому что публика тоже внимает этому соревнованию, это здорово, это здорово, уфа, браво. Такие фестивали проходят, они только во благо и творческого развития, и во благо объединения всех нас, чтобы мы любили музыку, мы ценили и хранили эту музыку. Впечатлений много, мы первый раз на подобные мероприятия, действительно здорово. Прекрасный концерт, прекрасный звук, это подарок всему городу. Нет, я думала, что будет только классика, но это оказалось очень весело. Под дождем это вообще просто восторг, правда, нам нравится. В этом году получился грандиозный марафон, и как говорится, дай бог, чтобы этот марафон продолжался вечно, потому что духовая музыка поднимает духу народа, все это воспринимается прекрасно. Прекрасные коллективы приезжают, замечательно играют, даже, честно сказать, душа радуется. Уже в следующем году состоится пятый юбилейный марафон классической музыки. Это значит еще больше городов, еще больше оркестров и еще больше прекрасной музыки. Анастасия Ходико, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова